Тема неэффективного выкрыстания земельных участков, який призначен для жилёвого бытовництва, уздымалась не одной, че, але проблема всё равно застаётся. Навэт, не глядячи на то, что зараз местовые улады имкнутся допомагать грамадянам, у яких по неких причинах узникли материальные проблемы, спочатку за трёх до клятих годов может быть протягнутый термин бытовництва, потом объект можно законсервовать ясчэ на три годы. Але навэт и при этом шматайкей же хары в области пасля офицейного тримания участка заявляются на им у лепшем выпадку у сего некольки разов. Только у Козиньским сельским сависцем Азылского района выявлено 36 участков грамадян, які не выконали умовы бытовництва за три годы, на некоторых за такой участков навэт подморок не заявился. Даречэ, агульный кадастровый кошт гэтых земель первышае 650 млн рублёв. У Комитете Державного контроля у Коминской области такую ситуацию лечить ненармальный, тем больше, что черги на отрымання участков под жилёвое бытовництва в Ялике изменчаются иные у Астоном за кошт переводу у иншую категорию сельско-господарших угодзиў. У державных контролёров так само есть пытани. Ещё 10 годов тому на Гомичине завершилась инвентаризация земель, и теперь сдавалось всё заразумело. Вось тут можно вырушивать сельско-господаршие культуры, а тут лепше посадить лес. По реальности всё оказалось незусим так. В процессе проверок установлено, что эти земли ещё 10 лет назад использовались как пашни, как луговые, улучшенные. То есть сельскохозяйственные предприятия получали доход с использованием этих земель. На сегодняшний день данные земли начали зарастать древесно-кустарниковой растительностью. Как правило, это происходит ввиду регулярного неиспользования, неперепахивания этих земель. Ситуацию с выкорастанным земель у тамнику сельско-господарчика. Призначение разглядели на коллегии комитета державного контроля у Гоминской области. Шерых керуньков розного узровню притягнули до дисциплинарной и материальной отказности. Часку земель вернули у оборот. Правда, зарабить гэта усюда казалось и немакшимым. На некоторых палетках уже выросли сосны вошеней до трех метров. Даны поручения коллегии комитета госконтроля с тем, чтобы участки, которые возможно еще привести в порядок, расчистить. Они были расчищены, вовлечены в хозяйственный оборот. Те, которые уже произошло залесивание, они были переданы в лесной фонд. Олег Снятеров, Игорь Марыченко, Телли, Радо, компания Гомель.